Следующий вопрос. Какого постановления сказать человеку, который чихнул около тебя и сказал «Аль-Хамду лиллах», сказать ему «Ар-Хамду к Аллах» во время худжи? А также какого постановления вернуть «Салям»? Если ты сидел в мечети в худжи и один к тебе подсел и сказал «Саляму алейкум». Нужно ли ему ответить или нет? Или если у тебя кто-то чихнул, нужно ли ему сказать «Ар-Хамду к Аллах» или нет? В этом вопросе несколько мнений. Первое мнение «Аль-Диват» То, что делать такое разрешено. И это мнение Хасана Аль-Басри, Аль-Шаби, Нахаи, Аль-Хакама, Катады, Суфьяна Саури, Исхака, Имама Ахмада, в одном из ревьяцев от него, некоторых шафиитов. Сказали, потому что отвечать на «Салям», а также делать «Сашмид Аль-Атис», то есть говорить «Ар-Хамду к Аллах» чихающими, является обязательным. Поэтому это исключается из чего? Из приказа или запрета, из приказа на молчание. Второе мнение «Аль-Диват» То, что это не является запретным. И это мнение Ата, а также Малик, Аля-Узай, Ханафитов, Имама Ахмада, в одном из ревьяцев от него, некоторых шафиитов. И они в довод использовали общие хадисы о том, что необходимо молчать и запрещено разговаривать. Третье мнение в вопросе «Я хруму аляман ясма уль-худба, а юбах аррат аляман кана ба'идан ла ясма». Запрещено это делать тому, кто слышит худбу. А тот, который сидит далеко и не слышит худбу, или является глухим и не слышит худбу, ему это сделать разрешено. Но обычно глухой человек и саляма не услышит, так или нет. Имеется в виду сидит далеко и не слышит имама, и если ему дали салям, он может дать салям. Это третье мнение. И это мнение выбрали некоторые из хамбалитов. То есть, смотри, у мамы Ахмада три мнения перечислили, все три мнения являются мнениями имама Ахмада, так или нет. И как такого много? Постоянно, практически, в любом вопросе, когда мы читаем, говорим в этом вопросе два мнения. Первое мнение представляем, говорим, это мнение имама Ахмада в одном из ревьяцев от него. Второе мнение читаем, говорим, это второе мнение имама Ахмада. И почти в каждом вопросе имама Ахмада больше, чем одно мнение. Иногда по три, иногда по четыре мнения в одном вопросе. Четвертое мнение. То, что отвечать на салям является неразрешенным. Но говорить архаму к Аллаху чихающему разрешено. И это мнение некоторых шафиитов. На чем они основывали такое разделение? Потому что тот, который дал тебе салям во время хутбы, не должен был тебе давать саляма, так или нет. Поэтому он заслуживает того, чтобы ему не ответили. Так. Но противоречие тому, кто чихнул. Потому что этого он не мог сдержать. И чихнул не по своей воле. Потом сказал Ахмаду лилля, то тут он должен сказать ему архаму к Аллаху. Понятно или нет? На каком основании произошло разделение у приверженцев четвертого мнения? Правильным в этом вопросе является мнение второе. То, что отвечать на салям, а также говорить архаму к Аллаху чихнувшему во время пятничной проповеди не разрешено. Что касается человека, который не слышит хутбу. И если он вернет салям, как об этом сказал имам Ахмад, то тоже нет ничего страшного. Потому что третье мнение, в принципе, не противоречит чему второму мнению. Так или нет? Потому что мы говорили, если человек хутбу не слышит, можно сделать зикр. Может сделать поминание Всевышнего Аллаха. А возвратить салям входит в общий смысл поминание Всевышнего Аллаха. В чем разница? Почему мы сказали, что можно делать салямат за пророка во время хутбы, а возвращать салям или говорить чихающему архаму к Аллаху не разрешено? Почему мы так разделили? Хотя в контексте и то, и то приходят в обязательном порядке. Так или нет? Приказано и то, и другое. Почему? Потому что когда ты делаешь слова, ты разговариваешь сам с тобой, так или нет? То есть не обращаешься к посторонним. А в данном случае ты уже обращаешься к посторонним. А пророк Всевышнего Аллаха сказал, что скажет своему другу или соседу по хутбе так или нет, скажет замолчи, то есть произнесет слова, обратиться к нему обращением, тот, что аннулировал свою награду за джума, если имам в это время делает хутбу. Поэтому сказали, что обращение к людям запрещается, но произносить слова-то разрешается и более того является обязательным, так как это что не является разговором с посторонними людьми. Следующий вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...